Итак, это наш второй видеоурок, и мы будем учиться, как правильно и безопасно наносить масла, эфирное масло на тело, то есть наружное применение. Мы поговорим о разбавлении, о безопасности и о том, как сделать руку. И это не секрет, что человеческое прикосновение способствует выделению эндорфинов, то есть химические посланцы, которые являются натуральными обезболивающими, и они, кстати, не только уменьшают боль, но и помогают поднять настроение эндорфинов. И один из моих самых любимых фактов о действии эфирных масел, конечно, это то, что эфирные масла помогают выделять эти эндорфины. А самое главное, это то, что они действительно могут способствовать сближению и улучшению отношений к семье, и это здорово, это просто здорово. Итак, давайте поговорим о том, как разбавлять эфирные масла, делать это безопасно, и как нам делать роллеры. И вот, пожалуйста, следующий слайд. Как правило, я говорю, что необходимо разбавлять эфирные масла каждый раз при нанесении на тело. И вот почему. Потому что когда масло попадает на тело с маслом-носителем, то масло проникает глубже и служит там дольше, то есть не служит нам дольше, потому что они глубоко проникают в ткани тела. И вот масло-носитель – это как раз то, что способствует переносу эфирного масла в ткани тела. Это как бы транспорт для вашего эфирного масла. И мы используем фракционированное кокосовое масло. Масло-носитель в дотере оно есть. И каждый раз, когда вы работаете с детьми или с пожилыми людьми, с младенцами, с животными, пожалуйста, разбавляйте эфирные масла. Каждый раз, когда я использую что-то такое, как конгак, либо мята перечная, либо деблу, орегано, корица, гвоздика, обязательно разбавлять, обязательно. Это правило. Я бы предпочла это сделать стандартом безопасности именно в нашей группе. И, кроме того, если вы случайно нанесете масло на какую-то чувствительную зону, например, может попасть масло в глаз, то не бегите и не смывайте это масло эфирной водой ни в коем случае, потому что это усилит жжение. Напротив, возьмите на ватный диск несколько капель либо вот этого фракционированного кокосового масла, что оно является самым легким, либо какого-то любого масла, лишь бы была жирная основа. И вот тихонечко вот так вытрите глаз, и постепенно жжение пропадет. И также поступайте с любым другим чувствительным участком тела, на которое попало неразбавленное масло. После принятия ванны вашим ребенком, например, используйте масло лаванды и фракционированного кокосового масла, нанесите им на спинку перед сном, также на ступни. Возможно, вас заинтересует готовый продукт для детей и для чувствительной кожи, такие, как, например, вот лаванда в роли, уже разбавленная профессионально. У нас он есть в наборе, который называется патч. Для взрослых же понадобится пара капель масла фракционированного, пара капель лаванды, то есть разбавление 50 на 50. Либо если вы тренируетесь или работаете где-то физически, и у вас болят мышцы, или вы хотите поддержать больные суставы, вы можете использовать смесь деблу таким же образом, может быть, даже добавив масло ладана. Ну вот такой замечательный слайд показывает вам, как можно использовать масло и в ролах, даже для таких маленьких детей, на больные мышцы деблу, и вот как можно прямо в ладошке разбавлять масла, две капельки масла эфирного и две капельки кокосового фракционированного масла для взрослых. А здесь вы видите, вот на этой схеме, как работают масла без разведения и с разведением. То есть вы видите, вот эти маленькие желтые молекулки, кружочки это молекулки, и без разведения они испаряются отписку уже очень быстро. И если вы не разбавляете, то вам будет нужно от 12 до 20 капель, чтобы покрыть больное плечо или область бедра. Но если вы используете фракционированное кокосовое масло, вы можете употреблять 2-4 капли, и при этом масло эфирное проникнет глубже в ткани и останется там дольше. И вы видите этот механизм на рисунке, который обозначен синим цветом. Итак, давайте повторим три причины, по которым вам нужно разбавлять эфирное масло. Причина номер один, то есть разбавление полностью защитит чувствительную кожу. Например, если вы часто наносите дайджензен или зенджес, мы называем в Европе, на живот, то, допустим, при расстройстве желудка часто, да, ваша кожа может стать очень чувствительной, если вы его не разбавляете. Пожалуйста, разбавьте и используйте дольшее количество времени, потому что ваша кожа будет вам благодарна. Причина номер два, вы сэкономите, то есть 1 или 2 капли – это доза при разбавлении. Если вы посчитаете, что вот в такой бутылочке у нас 250 капель, 15-миллилитровой бутылочки, то вам будет понятно, что вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе. И причина номер три – разбавление сделает ваши масла более устойчивыми и удержит их в тканях организма надольше, то есть они не испарятся и будут более эффективными. Повторите вот эти советы по безопасности, можете сфотографировать этот слайд и всегда иметь его на виду. Ну а мы поговорим о том, почему не нужно и, во-первых, нельзя, а во-вторых, и не нужно закапывать эфирное масло в нос и уши. Ну и, естественно, конечно, в глаза. Давайте поговорим, почему. Во-первых, если вы хотите, чтобы эфирное масло попали в нос, нет необходимости масло туда закапывать, потому что есть очень эффективный способ, при использовании которого масла попадают в респираторные пути. Вы просто их вдыхаете, и это уже помогает. Это можно сделать с помощью ингаляции. Вот этот способ из четырех масел, по две капли каждого масла на литр воды для ингаляции, очень хорошо помогает при проблемах с гайморовыми пазухами. Мы называем это синусиновой бомбой. И вполне вероятно, эти масла уже есть в вашем стартовом наборе. Поэтому, если кто-то предрасположен к инфекции носовых пазух, или вы хотите помочь дыханию воздействовать на слизистую оболочку, очень осторожно добавьте в сосуд кипящей воды, да, вот горячей воды, и накапайте туда по две капельки вот этих масел на литр воды, и потом просто возьмите и прикрывая вот так, чтобы пары не попадали в глаза, прикрывая вот так, и начинайте делать вдохи. Будьте аккуратны, масло орегано очень жгучее, поэтому нужно сделать осторожный вдох и выдох, подождать немного, и опять вот так медленно-медленно вдыхайте, раза три за сессию. Делайте такие сессии при остром таком заболевании, ну, раз пять-шесть в течение дня. Я потом эту водичку, конечно, никуда не выливаю, я сама использую эту сессиновую бомбу очень часто. Я потом этой водичкой, ну, например, делаю ванночки для ног, да, потому что нам на завтра нужна будет новая водичка. Это сосуд, конечно, лучше использовать пласк, вот этот термос, потому что он будет держать ваш вот этот состав горячим, и будет пар, вы сможете пользоваться паром в течение дня. Это очень важно, это сэкономит нам масла, нежели приготавливать такой раствор каждый раз. И нам совершенно не нужно закапывать масло вновь, нельзя и не нужно. Это то, что говорит нам компания. Еще одно предостережение, то, что нам говорит компания, не закапывать масло в уши. Ни в коем случае, если вы действительно хотите получить эффект эфирного масла для устранения симптомов в ушах, вы просто берете ватный диск, вы берете ватный диск, и возьмите две капли базилика, две капли лаванды, две капли чайного дерева, вот так накапайте, сверните его для того, чтобы вот мокренькое вот здесь масло остались здесь, и вложите в ухо вот этой сухой частью. И тепло, исходящее от тела, будет способствовать вот этим молекулам масла проникать в пораженный участок. Попробуйте, вы поймете, что это очень-очень действенно. Вы также можете разбавить эти масла, которые я перечислила с кокосовым маслом, и наносить вокруг ушной раковины. Не закапывайте эфирное масло внутрь, так как вы можете повредить слуховой проход. Вот еще один совет по безопасности. Масла цитрусовых обладает фоточувствительностью. Это означает, что масла эти могут вызывать солнечный ожог на коже, если вы находитесь под солнцем. Например, вы берете масло лимона, наносите на кожу и выходите в сад загорать. Вы получите ожог. Не делайте этого. Вот здесь перечислены смеси компании, которые содержат цитрусовые масла. Это исчерпывающий список эфирных масел и смеси, с которыми вы должны быть предельно осторожны, применяя их летом. Можете сфотографировать и сохранить это на телефоне. 12 часов разницы должно быть между временем нанесения эфирного масла цитрусового на тело и выходом под солнышко. Спрашивают, а что если масла входят в косметику? Если в вашем очищающем косметическом средстве, то у нас же есть линия косметики тоже, есть цитрусовое масло, и вы его потом смываете, перед тем, как выйти на улицу, да, очистили кожу, скраб у нас есть с грейпфрутом, вы смыли и вышли на улицу, то все это нормально, это не в счет. В шампуне у нас есть цитрусовое масло, масло тоже ничего страшного. И, кстати, масло зеленого мандарина – это единственное эфирное масло, которое не вызывает светочувствительности. А теперь мы поговорим о том, как сделать бутылочку роли. Бутылочку роли, если вы перейдете в раздел аксессуаров своего интернет-магазина, то вы найдете всевозможные маленькие вещицы для использования терных масел. Ну вот, например, вот такой кармашек, вот такие маленькие бутылочки. Ну, вы найдете там и роллы, если вы в Америке, если вы в Европе, то мы поместим веб-сайт сайта, на котором вы можете купить роликовые бутылочки. Вот такие по 10 мл, которые показаны на слайде. Вот такие бутылочки без масла, пустые. И это отличный способ начать сразу использовать эфирное масло. Вы выбираете рецепт, который вам понравился, и добавляете свои масла в пустой ролик, и заполняете его фракционированным кокосовым маслом. Щелкаете шарик-роллер, закрываете крышку. И также для того, чтобы запомнить, какие эфирные масла в этом ролике, вы просто берете наклеечку, допустим, у меня в этом ролике масло лаванды, я отрываю наклеечку сюда, клею масло ладана и масло, допустим, мяты перечной. И я все эти три наклеечки наклею, и я буду знать, что это у меня за рул. Он же у нас пустой, без этикеток. И соотношение, которое вам нужно использовать, оно вот здесь. И это всего лишь, конечно, приблизительная оценка, просто мы хотели дать вам общий совет, как использовать. Я предлагаю вам связаться со своим спонсором, когда вы будете делать свою первую бутылочку роля. Ну вот, это мои любимые смеси. То есть, например, вот эта смесь, где написано «используйте от головной боли», это отличное сочетание, на самом деле, от любой боли. То есть мята перечная – очень отвлекающее масло. Масло Deep Blue – это противовоспалительная смесь. И ладан, конечно, тоже отлично подходит для любого типа воспаления. Капните по несколько капель каждого в ролик в соответствии с таблицей, которую я вам только что дала. Залейте фракционированным кокосовым маслом. И если вы в процессе восстановления от болезни, или у вас какая-то боль присутствует в данный момент, вы его просто используете для уменьшения этой боли. А если мы посмотрим на следующую картинку на этом же слайде, вы увидите Digest Zen или в Европе Zengest и масло мяты перечной. Если у кого-то из членов вашей семьи есть проблемы с пищеварением, ну, например, изжога, кислотный рефлюкс, тошнота, запор, может быть, морская болезнь у кого-то присутствует, или тошнит в самолете в машине, всегда имейте под рукой масла для устранения симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. Я вам уже показывала, что у меня в моей сумочке всегда присутствует масло Zengest или Digest Zen на всякий случай. И, конечно, масло мяты перечной тоже одно из моих первых масел, с которым я имела шикарный опыт, обезболивающий, кстати, наружно, на плечо. Они у меня всегда с собой, всегда под рукой. Я очень часто использую и люблю ванны для детоксикации, либо для снятия боли из суставов, либо для релаксации, конечно. И мягкая ванна – вот такая отличный способ задействовать эфирные масла. Мы сейчас отойдем от темы рулера и просто поговорим о других способах применения эфирных масел наружно. Я люблю сочетать эфирные масла и английскую соль или Эпсом с соль Эпсома, потому что из этого сочетания действительно получается приятная, расслабляющая ванна. Сама по себе Эпсом соль, она исцеляет сама по себе, но с добавлением масла мы делаем еще более действенной, независимо от того. Вот этот состав лаванда, масла ладана, масла чайного дерева можно использовать и как успокоительный, и как легкую детоксикацию, и еще множество-множество-множество всяких комбинаций, о которых мы говорим, обговариваем на наших обучающих звонках, которые мы проводим каждую неделю по понедельникам. И что бы я посоветовала, конечно, это включить масла в ритм вашей жизни. В семье это тоже может стать чем-то действительно особенным, наносить масла детям на спинку перед сном, успокаивать их, общаться с ними. Это лучшая часть вашего дня. Поэтому возьмите любое масло, либо это будет смесь миролюбия, пиес, либо это будет сиренити, мы о ней говорили в прошлом уроке, либо это будет лаванда. Когда вы собираетесь на сеанс массажа, непременно возьмите с собой наши масла. Вы же не хотите каким-то, чтобы ваш организм, ваше тело покрывали каким-то непонятным маслом, неизвестно где купленным. Это будет ваше масло, вы имеете право принести. Я очень люблю смесь Aroma Touch для массажа, которая специально предназначена, либо любое другое ваше любимое масло. Например, капайбу, если вы идете на массаж для расслабления. Если вам предстоит какая-то стоматологическая процедура или любая терапия, до или после, какая-то физическая какая-то процедура, либо эмоциональная, просто подумайте, какое масло вы можете взять с собой, которое у вас уже есть. Ну, конечно, стоматологическая процедура. Для того, чтобы успокоиться, много людей берут с собой лаванду. Во многих кабинетах стоматологических распыляют уже пузыром. Врачи или медсестры, гигиенисты распыляют уже масло человека. После процедуры очень хорошо взять масло Angard, разбавить его кокосовым маслом, нанести надёсно, обязательно разбавленное. Заживление идёт очень быстро. То есть приучайте детей уважать эфирные масла. Широко используйте готовые роллы. Вот либо это будут роллы Touch, вот в таком виде, либо у нас есть замечательнейший детский набор эфирных масел, где масла подобраны и составлены смеси, и разбавлены так, что ваши дети, ну, начиная, допустим, с 5-6-летнего возраста, могут самостоятельно использовать масла. Вот эти шикарнейшие масла самостоятельно использовать. Ммм, как вкусно пахнет. Вот в такой сумочке многие ребятишки, у которых мама в дотере уже давно занимается эфирными маслами, имеют такие сумочки и ходят с такими сумочками даже в школу. Вот, то есть если вы используете роллы, то вам не нужно заботиться о том, как их разбавлять. Для престарелых я бы использовала соотношение в разбавлении кабель для детей, либо готовые роллы тоже. И, конечно, всегда помните о том, какое количество кабель можно использовать в отрезке 24 часа, в 24-часовом отрезке для детей и для взрослых. Вот пока обратите внимание только на нижнюю, вот эту линию таблицы, где написано, что для взрослых идеальная доза наружно 3-6 капель за один раз и 12-36 капель за весь день в течение 24-часов. И для деток 1-2 капельки за один раз и от 3 до 12 капель в течение дня. Вот такой видеоурок о том, как использовать эфирные масла наружно. И в следующем уроке мы поговорим о том, как правильно и безопасно использовать только эфирные масла от Дотера для применения внутреннего. А пока всего вам доброго, хорошего здоровья. До встречи на новом видеоуроке.